В марте 2010 года Виктор Кауров в одну калитку выиграл выборы главы города Коврова. За него проголосовало почти 63% избирателей. Но с первых же дней своей работы в должности градоначальника Виктор Романович оказался в центре громких скандалов. Сначала средства массовой информации усомнились в подлинности ряда государственных наград на парадном кителе бывшего Ковровского военкома. Каким образом Кауров, ни разу не бывавший в Афганистане, смог получить медаль к 15-летию вывода войск из Афгана? На этот вопрос глава города так и не ответил по сей день. Как не смог внятно объяснить своим избирателям, каким образом он оформил в собственность на себя и своих родственников сразу четыре служебные квартиры, которые он занимал в должности военкома города? Управленческие решения мэра Каурова порой удивляли своей простотой. Виктор Романович, например, давно хотел вымастить городскую площадь плиткой, но денег в бюджете не было. И тогда под плитку был стилизован городской асфальт. Это сетка, которая, я бы сказал, вот такой вот квадратурой небольшой, она нагревается газовой горелкой. И именно из-за того, что она нагревается до красна, я бы сказал, прикладывается и выжигается на асфальте вот такие вот канавки. С губернатором Виноградовым отношения у Каурова явно не заладились. Глава региона годами не приезжал в Ковров, а Кауров периодически предлагал Виноградову отправиться в отставку. И регулярно жаловался на то, что регион обирает город. В областной и федеральный бюджет чуть более 5 миллиардов, 5 миллиардов 300 миллионов. А бюджет города полтора миллиарда. Как может мэр реализовать все эти планы, реализовать все эти функции, если у него забирают практически все деньги? Пик противостояния с Виноградовым пришелся на момент, когда город Ковров подал заявку на присвоение статуса города воинской славы. Виноградов посчитал эту затею пустой и не подписал бумаги. И тогда Кауров объявил всенародный сбор подписей. За считанные дни было собрано более 70 тысяч голосов ковровчан, которые легли на стол президента. И город все-таки получил почетный статус. Тот труд, который здесь воплощен в подписях, а это не просто коробки с бумагами. Это состояние сердец и души каждого ковровчанина, который смог подписаться, смог поучаствовать в этом общем, замечательном, благородном деле. До конца своих полномочий Виктор Кауров не доработал полгода. Сегодня городской совет народных депутатов удовлетворил заявление Виктора Романовича о досрочном сложении полномочий. Временно исполняющим обязанности главы города был назначен Анатолий Зотов, долгие годы возглавлявший Ковровский совет директоров. Впрочем, без дела Кауров не останется. Уже в понедельник Виктор Романович выйдет на новую работу в областной администрации, сообщили нам в пресс-службе Белого дома. Так решила Светлана Орлова. Но какую должность получит бывший городначальник, до сих пор держится в тайне. Евгений Локтенов, Шестой канал.